Знаю, если вам откровенно, что мне очень много времени потребовалось, чтобы понять одну важную вещь. Вы, как и я, любой, наверное, человек слышал много раз такие выражения. Я болтать языком не люблю. Я не какой-нибудь трепач, я человек делаю. Я делаю эту работу своими руками. Я не люблю просто молоть языком, это я не говорю. Я не говорю, я не речистый, я человек конкретный, я работу работаю. Каждый много раз слышал это. И я был убежден, 100% убежден, что мужчина, он не должен трепать языком. Он не должен болтать, он не должен выстраивать свою будущность в зависимости от того, как он говорит. Он должен делать дело. Я был офицером, командиром, я изучал торпеды, я изучал, как управлять кораблем и так далее. Но со временем я понял, что до меня как-то дошло чисто таким практическим путем, что лучшими становятся не те, кто в совершенстве знал торпеды, или там, во всяком случае, в том деле, которым я занимался, или учился на отлично, знал все-все дисциплины, и математику, и химию, и потом специальные дисциплины, всякие разные системы управления приборами, там, прочее, 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 всякое вооружение, устройство корабля и прочее, тактику, стратегию. А те, кто в процессе службы умел выстроить правильное отношение с людьми. А отношения, как потом выяснилось, выстраиваются благодаря словам, которые мы произносим. И со временем, когда особенно я пришел в сетевой бизнес, я понял, что, оказывается, все зависит от того, что мы говорим. А потом, когда я стал верующим человеком, я в Библии, там, где истина, я нашел, что от плода уст своих человек получает, вкушает добро. То есть, как ты, или там еще так написано, от плода уст своих наполняется чрево твое. То есть, как ты поговоришь, такой у тебя будет результат. Уста, слово. Потом оказалось, когда я глубже стал проникать, потом оказалось, что все словом сделано. И вообще все слово. Потому что слово – это энергия и информация. И из этого все, собственно говоря, и состоит. Я сейчас не буду вдаваться в физические законы Вселенной, которые Бог создал. Но оказалось, что слово. И в сетевом бизнесе, как в любом, кстати, бизнесе, вообще, как в любом деле, вообще в любом деле, даже если ты работаешь руками, ты художник, но если ты не умеешь продать свои картины, если ты не умеешь преподнести себя, продать себя, в хорошем смысле этого слова, организовать вокруг себя соответствующую такую ауру, информационное поле, то ты тогда не преуспеешь. Если ты ученый, то точно то же самое. Вот два соревнующихся ученых, известный пример я много раз его привожу, Никола Тесла, Серб и Томас Эдисон, американец. Два талантливых человека, два ученых. По силе интеллекта и по гениальности Тесла был несравненно, конечно, круче, чем Эдисон, утверждают специалисты. Но один умер в полном забвении и нищете Тесла, а другой преуспевал со страшной силой, известен всем, и многие патенты на изобретение присвоил себе. Почему? Потому что он умел строить отношения. А Тесла был слишком гениальным, чтобы заботиться о том, что там люди о нем говорят и что надо говорить людям. А оказывается, чтобы в этом мире преуспевать, нужно говорить. Говорить нужно правильно. И подходя ближе к тому, что я хочу сказать, Когда люди начинают преуспевать в сетевом бизнесе те, то сначала на своем маленьком уровне, группа 1, 2, 3, 5, 7, 10 человек, осознавая, понимая, специально тренируя себя, становятся лидерами. Ну, мы знаем всякие извлечения, что там, где деньги, значит, там появляется лидер. Или вернее, так сказать, что лидер находится перед людьми, он выступает, он на сцене. Кто на сцене, у того и деньги. Или еще там, деньги лежат на сцене. Такое расхожее такое выражение в сетевом бизнесе. Деньги лежат на сцене. И есть правда в этом. Тот, кто говорит, кто получает право обучать, рассказывать перед группой, тот, выделяясь, становится лидером и получает больше денег. То есть лидер, который аккумулирует вокруг себя группу какую-то, компанию или организацию, маленькую или большую, он получает больше, чем рядовой дистрибьютор. А что выделяет человека как лидера? Почему он становится лидером? Потому что лидером становится тот человек, который умеет говорить, который учится говорить, который осознает, что надо говорить. И что говорить надо правильные вещи. И кто уделяет этому внимание? Я-то ведь специально не учился нигде ничему. Постепенно из книжек, из практики, из наблюдений, из собственных, я вылил вот такие какие-то законы. Потом я начитался разных книг, применял их, практиковал, тренировался. И что-то у меня стало складываться. И теперь я хорошо осознаю, что когда ты претендуешь на лидерство, то ты должен быть, прежде всего, выражаясь современным языком, зарядным устройством для своих людей. Ну вот есть телефон. Вот у меня есть, допустим, телефон. У каждого он есть. Для телефона существует зарядное устройство. Вот оно, зарядное устройство. Устройство, с помощью которого этот телефон можно зарядить. Вот если образно выразить мою мысль, то это именно так. Телефон, без зарядного устройства, несмотря на всю свою нашпигованность всякими разными изысками научно-техническими, он ничто. Зарядное устройство заставляет его функционировать. Помогает ему это делать. Также и человек. Лидер, это зарядное устройство для своих дистрибьюторов. Лидер сети ООО, это зарядное устройство. А что делает зарядное устройство? Заряжает энергией. Точно так же лидер заряжает энергией. Если ты лидер, и ты не понимаешь, что ты, прежде чем открыть рот, должен знать, что все твои слова должны быть нацелены на то, чтобы зарядить человека энергией, то ты тогда не лидер. В Библии написано, слово в устах царя, слово-вдохновенное. В устах царя слово вдохновенное. Царь это лидер, слово вдохновенное это энергия, вдохновение, вдохновлять людей на что-то, побуждать их к чему? К действию. Помогать им поверить в себя. Возбудить в них желание добиться своих целей. Вот что такое лидер. Поэтому, если вы начинаете сетевой бизнес, то вы должны понять такую вещь. Вы приходите сюда, чтобы построить сетевую организацию. Людей сбить в команду в соответствии с существующим маркетинг-планом, которые начнут, а, использовать продукт, б, продавать его в розницу, и, в, набирать новых людей, которые будут, а, б, б, набирать людей, продавать продукт и пользоваться им лично сами. И все это создает товарооборот, а с этого товарооборота тебе положен процент. Чем больше группа, тем больше процент. Все. Вот элементарная вещь. Если ты пришел делать бизнес, то ты должен понять, ты разбогатеешь только, если у тебя будет группа. Сначала два человека, потом три, потом пять, потом семь, потом двадцать, потом сто, потом тысяча, потом две тысячи, потом десять тысяч, потом сто тысяч, потом миллион, в зависимости от твоих целей и амбиций. Если ты претендуешь на большие деньги, мне вчера звонили двое из России, девушка-дистрибьютор со своим спонсором, и вербовали меня в компанию. Девушка говорит, я спрошу, а какие у вас там, в другую компанию какую я там, значит, не буду говорить сейчас, а какие у вас претензии, какие доходы. Ну, вы можете здесь получать миллиарды долларов. Ну, мне сразу стало понятно, что дальше разговор особого смысла иметь не будет. Миллиарды долларов. Нет ни одного сетевика, который бы даже претендовал бы сегодня на это. Надо реально смотреть на вещи. Трепать языком все могут, а вот по делу говорить далеко нет. Итак, если ты претендуешь на какие-то деньги, на какой-то успех, ты должен понимать, что под тобой должна быть группа. Если у тебя появилось несколько человек, ты как лидер должен ее вдохновлять, свою группу. Если ты этого не делаешь, если ты об этом не заботишься, если ты не считаешь себя зарядным устройством для своей группы, то тогда шансов мало. Чем больше группа, тем мощнее зарядное устройство. От кого зависит мощность зарядного устройства? От тебя. Ты должен изучать, читать, вникать, советоваться, просить спонсора, наблюдать за успешными, делать выводы и расти. Если ты этого не делаешь и плывешь по течению, как бы само собой, то у тебя нет шансов стать лидером. Очень многие люди, не зарабатывая деньги в сетевом маркетинге, такие, на которые они хотели бы ориентироваться, о которых они мечтают, даже не понимают, почему это происходит, почему у них нет успеха. Они не претендуют на лидерство, они думают, что как-то само, он будет сам по себе, вот сидеть у себя дома за компьютером, сам по себе, а деньги будут валиться. Так не бывает. И это не сложно. И это не означает, что вам нужно стать профессором в ораторском искусстве. Нет. Просто вы должны быть личностью, человеком, обычным, живым, натуральным, естественным, который вдохновлен, из которого прет искра, который верит то, чем занимается. Это не означает быть цицероном. Нет. Это означает, что вам в кайф, вам сладостно заниматься этим бизнесом. Люди видят живого человека, у которого получается, он пенсионер, ему 68 лет, у него получается. Я помню историю одного, есть такая компания «Сибирское здоровье». Я изучал эту компанию как-то специально. И там, я рассказывал уже об этом, по-моему, где-то, наткнулся на историю 75-летнего человека, который там 72 или 71 год, будучи музыкантом по профессии. В Узбехистане, он, значит, крымский татарин, сосланный туда когда-то с родителями. И он, музыкант, взялся за бизнес и достиг там самых вершин. После 70 лет. Из него, там одна фотография, и то, что о нем опишут. Просто он искрит, как, знаете, как провода под высоким напряжением. С ним заприкасаются, от него искры летят. Невольно заражается человек, он заряжает энергией. Итак, лидер – это тот, кто понимает, что от слов зависит его будущее. Лидер – это понимание, что слова должны быть вдохновляющими людей. И лидер – это тот, кто понимает, что без людей, без группы, без организаций, которая растет благодаря его лидерскому воздействию, благодаря его зарядному устройству, которое в нем внутри находится, все время подзаряжает людей своим собственным результатом, успехом, верой, своими конкретными примерами действий. Вот так складывается бизнес. Читайте книжки. Желаю удачи. Продолжение следует...